Ковидная поликлиника в диагностическом центре. За день здесь уже приняли около 100 человек. У всех либо ковид, либо его симптомы. Здесь говорят, у 80% больных с картиной ОРВИ в итоге подтверждается коронавирус. В красной зоне центра теперь можно оформить больничный, сдать тест на ковид-19. При необходимости вам сделают забор крови и КТ легких. Таким образом, в Минздраве решили снять нагрузку с трех поликлиник. Первый, седьмой и четырнадцатый. Ежедневно туда поступают около полутора тысяч больных. Но вот тяжелых пациентов в диагностическом принимать не будут. Их сразу направляют в стационар. Пока сейчас закреплены за нами три поликлиники крупные. Это 14-я, первая поликлиника, седьмая. Выбор сделан был в связи с тем, что в этих поликлиниках самая низкая доступность. То есть есть проблемы с возможностью пациента попасть на прием либо вызвать врача на дом. Поэтому эти поликлиники, мы им открыли расписание в удаленной регистратуре. Они записывают своих пациентов самостоятельно. Те, которые дозваниваются, их приориентируют на диагностический центр. При этом в диагностическом центре не прекратился прием пациентов в чистой зоне. Она изолирована от ковидной поликлиники. Также в центре продолжает работу главная ковидная ПЦР-лаборатория, в которой выполняется большая часть всех мазков на ковид-19 в крае. За сутки здесь проверили более девяти тысяч тестов. Это новый максимум. Пациенты приходят с лихорадкой, приходят с болями в горле, с выраженным кашлем, с остыней, с головной болью, с симптомами интоксикации. Сейчас боли Е – это выраженная боль в горле с отеком миндалин увеличенной, то есть прям вот как по типу ларинга трахеита. Здесь готовы принимать полтысячи пациентов ежедневно. В таком режиме диагностический будет работать в ближайшие месяцы, пока волна не отступает. Барнаул, как всегда, первый в регионе принял на себя удар. 70% всех положительных тестов на ковид пока приходится на краевую столицу. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День Столка.